Народ, всем привет! Сегодня у нас новиночки Fixed Price. И хочу сказать, что я разочаровалась в Fixed Price, так что вряд ли я в ближайшее время туда еще пойду, если только на самый крайний какой-то случай, вот если экстренно нужно что-то купить, салфетки влажные или что-то такое. И то только потому, что он буквально под боком. И давайте начнем. Все цены я буду подписывать на экране, потому что цены шокируют, откровенно. Начнем с самой большой покупки. Это вот такой ящик. Точнее даже я их взяла 3 штуки и, соответственно, 3 крышки. Крышки продаются отдельно, как выяснилось, на кассе. Так, дальше у нас появились мельнички вот такие вот. Собственно, цену вы видите, но я подпишу еще раз. У меня уже есть, я покупала ее давно, в другом магазине, за другую цену, дороже. Но я хочу использовать не для перца, а попробовать для крупной соли. Посмотрим, как будет работать. Так, дальше появились большие кружки. Тоже цену вы видите, но я все подпишу. Купила брату в подарок. У него, он любит большие, и у него проблема с ручками. Всегда откалываются ручки. Цвета были разные, но кружки, смотрите, очень много кружек, бракованных с какими-то сколами, трещинами. И, в общем-то, вот такого цвета защитного, она была единственная без повреждений. Вообще цвета были разные, красивые, синие какие-то там, в общем, разные. Так, взяла книги, как всегда, значит, появилась вот такая. Вот Дина Рубина. Я с этим автором не знакома, но наслышана. В отчете в книжном, которые, кстати, у меня пропали пока, но всему свое время, просто не успеваю снимать. Я читаю, просто пока не снимаю отчеты, но отчеты будут в ближайшем будущем. Вот, в общем, такая книжечка. И три книжечки Дэна Брауна. Что-то я, короче, подумала, что цена-то выгодная получается, чем покупать в том же Лабиринте, например. В общем, вот такая вот. Вот такая вот. И вот такая вот. Я смотрела его фильм «Кот да Винчи», который идет более трех часов, и я под впечатлением, поэтому увидела книжечку, почему не купить, тем более она недорогая. Появились вот такие масочки. Кстати, написано «Производство Кореи». Так что обратите внимание. Значит, вот такая зелененькая. Для жирно-комбинированной кожи лица баланс и свежесть. Вот такая вот. Для всех типов кожи упругость и гладкость. Так, и вот такая вот. Для сухой и тусклой кожи лица обновление и сияние. Вот, маски я люблю, вы знаете. Также маме взяла вот такой автомобильный жилет. Цену вы видите, но я все равно покрупнее подпишу на экране. Он желтый, и, как видите, он изумительно отражает. А размер здесь большой, так что если вдруг слишком большой будет, его можно ушить. Также взяла маме на работу часы, потому что у нее в комнате нет часов, и она иногда засиживается и уходит с работы позже. Поэтому на стол ей часы. Так, появился флок. Он называется, да, он флок для дизайна ногтей, но вообще его можно еще и во флористике использовать. Кто занимается рукоделием, имейте в виду. Цена небольшая, и объемчик, в принципе, приличный. Просто если заказывать из каких-то художественных магазинов, там, из магазинов для творчества, то баночка в три раза меньше стоит около 40 рублей. Здесь, получается, вы получаете в три раза больше, а чуть-чуть подороже, на небольшое количество рублей. Так, дали еще вот такую карту, которая мне не нужна. В принципе, я ей буду заниматься рисованием. В живописи поможет, знаете, размазывать большими мазками краску. Взяла вот такие донышки для горшочков. Была шокирована ценой, но я уже на кассе, за мной 20 человек очередь, не время отказываться. Поэтому купила здесь четыре штуки. Так как я сейчас меняю горшочки, как вы знаете, на голубенькие, то хочу, чтобы подончики тоже были все одинаковые. Маленького размера только такие. У керамических горшочков, к сожалению, донышки отдельно не продаются, ни вместе с горшочком, ни отдельно. Поэтому взяла такие. Так, а потом из такого, из химического взяла еще, значит, вот такой гумат. Гуматы я обожаю, так что садоводам всем советую приобретать. Именно вот видите слово гумат, берите сколько вообще возможно, сколько в сумку влезет. Также гуми вот такой взяла. Тоже для рассады. И еще вот такой гуми для цветов. Так что слово гуми и гуматы, это наше все, кто садоводы. Вот. И еще взяла два творческих набора. У нас наконец-то появились. В общем, схватила вот такую вышивку. Я не очень люблю вышивать уже по рисунку. Я предпочитаю вышивать по белому. Белый конвейер, как бы смотреть на рисунок и вышивать. Здесь уже есть рисунок, но я выбрала такой вот с бабочками. Мне интересно, будет ли виден этот рисунок после вышивки. Будет ли он проступать. В общем, как получится. И картину я повешу на даче. Так, кстати, картина большая, но тут не написан размер. Я вам подпишу на экране, какая она в размере. И появилась у нас вот такая вот алмазка. Полная выкладка. Я сейчас ее не буду обозревать. У меня будет отдельное видео, обзор на эту алмазку и еще две китайские, которые пришли. Там мы с вами их распакуем, посмотрим наполнение, все ли соответствует, какая комплектация, какого цвета стразики. В общем, вот такой наборчик. Он у нас был единственный такой вот. Были в основном банки с вареньем и домики деревенские. Но мне показалось, что вот этот он лучше всего. И вспомните, у меня был набор ландышей. Я сейчас ищу, где бы мне добыть квадратную рамочку, чтобы его тоже повесить, наверное, на даче. Все-таки это какой-то такой деревенский стиль. Вот, и вот эти виноградик тоже для дачи. Вот, так что вот такой у меня был обзор. А, и, кстати, горшочки. Сейчас покажу вам горшочки. Взяла их пять штук. Момент. Ну, собственно, вот. Вот такой горшочек. Обычный маленький голубенький горшочек. В нем есть дырочка там. Просто надо наклейку убрать. И вот так у меня выглядит все это дело на окошке. Прозрачное донышко и цветок. Вот. И, кстати, вот этот крокодильчик, я его называю, он стал очень прям, вот видите, он разросся, такой жирненький стал. Он у меня зачихал в пластиковом горшочке, а в этот я пересадила. И смотрите, как он прям пышно растет. Вот. Так что вот такие у меня были покупки. В принципе, я шла туда за ящиками, я шла за кружкой и за алмазкой. Ну, а так остальное до кучи. В принципе, тоже все нужное. Но по ценам, вы увидите на экране цены, по ценам я очень расстроена, и фикс-прайс меня только разочаровывает. Поэтому, если идти в фикс-прайс, то только за самым-самым необходимым. Например, что нельзя купить в других магазинах. Ну, вот какие-то такие сыпучие удобрения. Марганцовку там можно взять. Какие-то жидкие удобрения вот в маленьких баночках. Те же маски по такой цене вы мало где встретите. То есть, они от 100 и выше. стоят. Какие-то такие вот вещи. Может быть, что-то садовое, вот прям экстренно необходимое там. Либо вот коробка. Коробка большая, хорошая, но крышки отдельно продаются. За эту же цену можно поехать в Леруа и там купить. Но до Леруа еще ехать нужно. В общем, вы понимаете, цены растут. И появились уже у нас садовые кустарники всякие деревья, там груши, сливы. Но, опять же, понравилась мне желтая слива, но я ее не решилась брать, потому что это просто ветка. На ней ни почек, ни листиков, ни какого-то вообще ощущения, что она живая. то есть за нее заплатишь 200 рублей, а по факту это может быть просто мертвая сухая ветка. Как понять? Неизвестно. Вот. И, в общем-то, кроме яблони у нас там ничего нету. Вот слива одна была, одна груша была. В прошлом году был больше выбор, то есть был и крыжовник, и смородина, и малина. Вот мы тогда брали малину. Ну, в общем, скудненько, и уже цены не те, и качество тоже лучше не становится. За редким исключением можно встретить какое-то очень хорошее средство, но это все надо пробовать. Если неизвестная фирма, все надо пробовать. В общем, такой у меня был обзорчик. Если было интересно, ставим пальчики вверх. Может быть, вам что-то приглянулось, пишите в комментариях. Продается ли это у вас в городе? Может быть, вы бы хотели что-то из того, что купила я, вам понравилось, но у вас не продается. Вот. И будем с вами общаться. Увидимся в следующих видео. А то я как-то опять редко стала выпускать, но пока просто некогда. Кто знает, я неделю сидела без света, так что снимать в это время было неудобно, как вы понимаете. В общем, подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся с вами в следующих видео. здесь очень скоро-скоро. Всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok